Замозанятые могут продавать на Zoom. Теперь можно оформить возврат товара со склада Wildberries через ПВЗ. Еще одна новость у нас с вами от Wildberries. Это новая форма отчета. Пока все остальные маркетплейсы борются за поставщиков, за покупателей, за продвижение, за какой-то, возможно, хайп вокруг себя, Яндекс.Маркет тихонечко, спокойно, своими силами исправляет функционал. Добрый день, меня зовут Анастасия и в эфире новости маркетплейсов. Мы с вами поговорим сегодня о недавних нововведениях и о том, как предпринимателям реагировать на них. Оставайтесь до конца, будет много интересной и полезной информации. Для вас у меня будет небольшая задача. Пожалуйста, посмотрите внимательно этот выпуск. И если вы пропустили какую-то новость или поняли, что я не рассказала что-то важное, то обязательно напишите это в комментариях и, возможно, в следующем выпуске мы обсудим именно эту новость с вами. Спасибо вам большое. Не забудьте подписаться. Озон в торжественной обстановке, можно сказать, пригласил самозанятых к себе на площадку. Простыми словами, теперь самозанятые могут продавать на Озон. Это хорошая новость, но давайте разберемся и вообще посмотрим, а какой смысл есть в этой новости. Смотрите, у самозанятых есть ограничение в год. Это 2,4 миллиона рублей. Самозанятые могут продавать только свою продукцию, не подлежащую обязательной сертификации. Но ведь есть товары, которые могут продавать самозанятые, и у них продажи на одну карточку порядка 100 тысяч в месяц. Если, предположим, этот самозанятый уже продает на Wildberries и также будет продавать на Озон, то, имея пару карточек, ему не хватит этого оборота на год. Следовательно, этот самозанятый должен будет превратиться в ИП, либо на упрощенный системный налогобложение, либо на какой-то другой. И получается, в данном случае, эта история, как по моему мнению, только по моему, вообще не пытаюсь донести там или сказать, что это на самом деле так, но, как по моему мнению, это просто очень хороший пиар-ход. Потому что благодаря этой новости стало больше внимания к Озону, от тех людей, которые, допустим, не могли там продавать, от самозанятых. Но вопрос в том, что ограничений самозанятым теперь не хватит. И поэтому, я думаю, это отчасти больше был пиар-ход привлечения внимания к себе, чем привлечения дополнительных поставщиков. Но посмотрим. Озон молодцы, я только рада, что они открывают новые границы и открывают доступ к новым поставщикам. Вторая новость касательно Wildberries. Теперь можно оформить возврат товара со склада Wildberries через ПВЗ. История классная, но, опять же, для кого? Для Wildberries. Сейчас объясню свою мысль. Смотрите, вы же знаете, какие расходы мы несем, когда продаем на маркетплейсах. Логистика, хранение и комиссия. Так вот, смотрите, на хранение я трачу в месяц меньше процента от общих продаж. На комиссию порядка 80%. Тут спасибо участиям в акциях, потому что у меня комиссия снижается. То есть я считаю свою среднюю комиссию за месяц. И из этого всего порядка 20% я трачу на логистику. То есть для Wildberries фактически важен факт заказа вашего товара, нежели его покупка. Потому что благодаря этому он снимает с вас деньги. И получается дополнительно к тому, что они и так хорошо зарабатывают на логистике, они решили по максимуму использовать этот потенциал. В каком плане? Теперь, если в машине есть свободное место, а на этот ПВЗ заказан возврат, то почему бы в эту машину не закинуть этот возвращаемый товар и не передать на ПВЗ? Там же в договоре прописан очень важный момент, что вы будете получать свой товар не обязательно. Ну, за один день он придет весь. То есть товар может на этот ПВЗ приходить частями. И, следовательно, забрать вы его можете только тогда, когда он соберется полностью. То есть если в машине есть место, вашу часть товара закинули при вези на ПВЗ. Если не все убралось, ну, видите, когда в следующей машине приедете. Опять же, я не пытаюсь утрированно, но фактически это такая ситуация. Вообще, очень классно, очень классно, что Вайлберрис решил сделать возврат из ПВЗ, сделать его подешевле по сравнению с тем, который был с возвратом со склада и на склад поставщика. Но тут тоже есть свои нюансы, потому что дополнительно к этому Вайлберрис добавил еще и стоимость упаковки, каждый нит с товара. Но все же, если нужно вернуть, допустим, брак или вернуть небольшую партию, то эта история хорошая. Поэтому новость позитивная, новость радостная для всех. Ну, а Вайлберрис молодцы. И поставщикам сделали хорошо, и сами оптимизировали свои процессы. Еще одна новость у нас с вами от Вайлберрис. Это новая форма отчета. Какой большой плюс я сразу заметила. Ну, он уже достаточное количество времени, но теперь он мне больше и больше радует. Теперь в поле «Прочие удержания» можно посмотреть конкретно, за что у вас удержали. Например, я захожу туда, и мне написано «Услуги за рекламу», «Услуги за утилизацию». Да, это уже, наверное, порядка месяца есть, но меня это лично радует, потому что раньше это были просто вопросы. Удержали у меня 30 тысяч, а за что? Догадайся сама. Теперь это прописано. Еще момент по поводу новой формы отчета. Добавили дополнительные поля, которые на самом деле большинство людей сейчас немножечко вводят в недоумение и вопросы, а что же там смотреть, где же моя комиссия. Итак, смотрите, я выписала поля, которые вам нужно смотреть, и фактически которые для вас самые главные. И первое поле – это вознаграждение с продаж до вычета услуг поверенного без НТС. Фактически это комиссия за продажу конкретной единицы товара, который Вайлберс заберет себе. Там дополнительно еще есть разъяснение с учетом поверенного, но это фактически то, что Вайлберс передает кому-то за продажу вашего товара. Главное для вас – это вообще вознаграждение с продаж до вычета услуг поверенного. Это именно та комиссия. Второе. К перечислению продавцу за реализованный товар. Но тут так остается. Это то, сколько вы заработаете с продажей единиц товара. Условно продали товар за 500 рублей. Вайлберс взял себе комиссию 50 рублей. И вот непосредственно к перечислению продавцу за реализованный товар за вычетом комиссии это и будет 450 вот это поле. То есть вот это вот второй важный пункт в отчете, который вам нужно смотреть. Третье. Услуги по доставке товара покупателю. Ну, все понятно. Ваша логистика. И четвертый. Итоговый коэффициент без НТС. Это и есть процент комиссии. Все. Остальные поля, они больше такие разъяснительные. А вот этих вам хватит для того, чтобы разобраться в финансовом отчете и понимать, что, кому, зачем и почему вы плачете. Достаточно приятная новость от Озон. Это благодарительная акция Озон Забота. И, к сожалению, почему-то я не увидела большого распространения от блогеров, от тех, кто работает с маркетплейсами этой новости. Честно, меня не порадовали, и я хочу принять участие. Я сейчас на этапе выхода на эту акцию. В чем смысл? Вы подаете заявку о том, что хотите участвовать в этой благотворительной акции. Проходите проверку от Озон. Далее выбираете благотворительный центр из списка, который есть. Либо предлагаете свой, которому вы хотите помогать. И далее на вашем товаре будет прописана вот такая вот плашка, что Озон Забота, вы участвуете в акции, значит, часть суммы от этой продажи будут переходить непосредственно в какой из фондов вы выбрали. И тут единственный момент – это то, что вам придется самостоятельно эти деньги переводить, а вы уже будете Озону подкреплять платежные поручения о том, что вы выплатили. То есть, да, дополнительные есть моменты, что это не Озон будет удерживать, переводить. Это самостоятельно. Но, с другой стороны, я честно хочу сказать, что если у вас есть возможность, тут даже история не про пиар. Если у вас есть возможность, то давайте поучаствуем все вместе в этой акции. Почему бы нам хотя бы часть своих средств не передать на благотворительность? Пусть хотя бы одним товаром вы будете поддерживать эту акцию, и это будет намного круто. Я сейчас уже как раз на этапе прохождения этих проверок скажу сразу. Либо там у них очень заявок много, либо они просто медленно их обрабатывают. Но я очень медленно прохожу эти этапы, но жду, когда все пойдет быстрее и буду продавать уже под этой акцией непосредственно. В общем, моя большая просьба – поучаствовать и откликнуться на это предложение от Озона. Этот выпуск будет не только о Wildberries и Озон. Мы с вами также поговорим и об Яндекс.Маркет. Пока все остальные маркетплейсы борются за поставщиков, за покупателей, за продвижение, за какой-то, возможно, хайп вокруг себя, Яндекс.Маркет тихонечко, спокойно, своими силами исправляет функционал. Они сделали, как по мне, очень важную вещь, которая для меня, для меня как поставщика, который продает по системе ФБС, то есть продажа со своего склада очень важная. Теперь можно разделить склады, с которых вы продаете внутри Яндекс.Маркета. То есть вы можете указывать разные остатки, разные цены, и, следовательно, у каждого вашего склада будет свой индекс качества. Для меня это очень важно, потому что пока я не успеваю своевременно привозить на сортировочный центр свои заказы, следовательно, мой индекс качества падает и вводится ограничение на количество заказов. В общем, это очень удобная вещь, и если вы можете, допустим, продавать свой товар из разных мест, то для вас это тоже будет очень важно. Но, предположим, у вас есть склад в Москве и склад в Санкт-Петербурге. Вы их сможете разделить. У них будут разные цены, разные остатки, и не будет вот этого общего объединения. Вот это круто. Это мне понравилось, они молодцы. И сейчас могу вам сказать честно, я вчера даже разговаривала об этом со своей мамой, о том, что когда я смотрю на интерфейс Яндекс.Маркета сейчас, я понимаю, что он очень легкий. Он максимально адаптивный для людей, то есть там нет ничего лишнего. Все максимально просто. Первый раз пройти создание карточек сложно, но дальше ты понимаешь, что там, ну, все максимально просто. На этом наши с вами новости заканчиваются. Я надеюсь, вам было интересно, вам было полезно. Сразу хочу сказать, это не какие-то новости-новости, которые вышли вчера, и вам нужно срочно узнать. Но я уверена, вы могли что-то из этого пропустить, и вам интересно было слушать. Пишите, пожалуйста, в комментариях, возобновлять ли, продолжать ли эту рублику, и я буду стараться хотя бы раз, несколько выпусков, выходить именно с такой темой. И мы будем с вами обсуждать, что нового вышло на маркетплейсах, и что с этим делать нам. Спасибо большое, что посмотрели это видео. Не забудьте подписаться, прокомментировать, поставить лайк, и подписаться на все мои остальные каналы. Это Инстаграм, Яндекс.Ц и Телеграм. Там тоже очень-очень много полезного. Спасибо вам, и не забывайте следить за новостями.